Музыка ветра. Этот талисман, уверены индонезийцы, защищает их от негативной энергии. Мастерят его островитяне не только из бамбука, но и, к примеру, из ракушек. Много на выставке и кошек в самой Индонезии. Там, где это животное считается символом преданности, любви и верности, их более 30 миллионов. Здесь же представлены объемные плоские куклы, резные маски, статуй богов. Такие резные предметы в своих коллекциях хранят богатейшие музеи мира. Декоративно-прикладное искусство в полной мере отображает этнокультурное многообразие страны и ее особенности отмечают специалисты. Культура Индонезии, она впечатляет. Она яркая, экзотичная. Здесь очень много предметов ритуальных, потому что Индонезия впитала в себя сразу несколько религий. Это буддизм, это христианство, индуизм. Это основные религии, которые исповедуют народы, населяющие 6,5 тысяч островов из 17 тысяч. Обычно Индонезию называют страной тысячи островов, желая подчеркнуть, что это крупнейшее в мире островное государство. Там проживает 760 народностей. И видов традиционной национальной одежды там тысячи. Основные можно увидеть на выставке в Сочинском музее Островского. Многие племена, несмотря на наличие в республике роскошных отелей, и сегодня подчиняются первобытно общинному строю. Некоторые народности до сих пор занимаются только охотой. Правда, оружие, представленное в экспозиции, давно ушло в прошлое. Это мандау – джунгливый нож для охоты за скальпами. Или, к примеру, галок. Его папуасы покрывали ядом скорпиона или кобры. Выставка «Необыкновенная Индонезия» в Литературно-мемориальном музее Николая Островского работает до 5 сентября.